Криминальные хроники продолжат обзор главных событий уходящей недели. В Магнитогорске полицейские совместно со следователями раскрыли убийство 23-летней давности. Летом 2001 года 47-летняя местная жительница была задушена проводом в собственной машине. На след предполагаемого преступника удалось выйти только сейчас благодаря современным технологиям. Подозреваемый задержан. За совершенное преступление ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 23 года назад новость о страшном убийстве потрясла весь город. На улице Тевосяна был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась 47-летняя учительница начальных классов, которая по вечерам подрабатывала водителем такси. Она была задушена. Эти фотографии были сделаны спустя несколько часов после происшествия. Тогда проведенными следственными действиями раскрыть преступление не удалось. Однако были получены важные улики, которые спустя десятилетия помогли выйти на след предполагаемого преступника. Следование преступлений, совершенных в прошлые годы, реализация принципа неотратимости наказания, является одним из основных направлений работы органов Следственного комитета России. Спустя некоторое время, годы, мы вернулись к этому уголовному делу совместно с оперативными сотрудниками уголовного розыска Управления внутренних дел по городу Магнитогорску, проанализировали материалы. Оперативные сотрудники и следователи решили воспользоваться современной системой Одесс-Папиллон. В 2001 году все дактокарты сравнивал человек, и, возможно, он не смог установить схожесть папиллярных линий с образцами из базы данных. Техника дала точные ответы и указала на круг подозреваемых. Надежда была, конечно, небольшая, потому что автомобилем такси пользуются много людей, и случайные отпечатки могли люди оставить, которые не причастны к этому. В ходе этой работы по оцифровке следов, которые были тогда изъяты, был получен список граждан, которые ранее не проверялись по уголовному делу. Далее началась кропотливая работа по изучению личностей. Среди подозреваемых оказался 42-летний житель Магнитогорска, который был судим за совершение насильственных и имущественных преступлений и привлекался к уголовной ответственности за незаконное охранение наркотических средств. Именно этого мужчину было решено доставить в отдел полиции. Доказать его причастность удалось полицейским во время взаимодействия с коллегами из Следственного отдела регионального следственного управления Следственного комитета России. Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания. После задержания обвиняемый не отпирался, какие-либо версии своей непричастности не выдвигал. То есть он сразу же признался в совершении этого преступления и даже пояснил, что все эти годы он ждал, когда у правоохранительных органов к нему возникнут вопросы. Проерена была версия того, что, возможно, не только он к этому причастен, версия самого оговора возможного, с использованием полиграфа, который подтвердил, что действительно он один, ее убил, задушил. Обо всем, что случилось той страшной ночью, подозреваемый рассказал в ходе следственного эксперимента. Он остановил такси, за рулем которого находилась женщина и попросил довезти его до места назначения бесплатно. Однако водитель не согласилась. Завязался конфликт, в ходе которого пассажир задушил свою жертву проводом. Тело он вытащил из машины, спрятал возле забора в живой изгороде и скрылся с места преступления. Утром убитую нашли случайные прохожие. В данный момент следователю дано указание о возобновлении предварительного следствия по делу и сейчас продолжаются мероприятия по сбору и проверке доказательной базы. В ходе предварительного следствия и проведения оперативно-рыскных мероприятий установлена была причастность лица к совершению преступления, предусмотренного частью первой статьи 105-й. Изначально было возбуждено дело именно по этой статье. В последующем, в ходе проведения комплекса следственных и оперативных действий, был установлен корыстный мотив обвиняемого, в связи с чем ему было предъявлено обвинение в совершении статьи 105-й части 2-й пункта ЗН. После сбора всей информации дело направят в суд. За совершенное преступление подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное заключение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...